Радиент Тим! Всё, вот сейчас нужно ренджить. Никаких бристлбеков, ликантропов и всё, что вы там знаете. Просто, знаешь, надо в доте сделать, как вот в других играх подобного рода, вкладочку. Ренджи. Нажимаешь на эту кнопочку и дота тебе уже подсказывает, кого-то брать. Потому что я застрелюсь, если сейчас увижу третьего миличника с клапверком. Это реально не будет не смешно. На турнире за там 30 тысяч баксов. Ну серьёзно. Рендж, который... Такое и возможно. Да, Ренджи, который победит эсэфа. Таких на самом деле немного. Вот он. Всё, я пошёл стрелять. Давай, вов. Продолжение. Ребят, если кто-то живёт на севере Москвы, у вас есть шанс добежать до квартиры Light of Heaven и отменить его самоубийство. А то он сейчас как... Как пудж. Сгорит. Свен. Свен в исполнении Вилджиниуса. Очень тяжело будет Свену. Без БКБ. Против Котла. Под Моноликом. И Дарксир. Ну это ГГ. Всё, Дарксир в этой доте пока что ничего ещё не выиграл. Но вообще конкретно в этой игре может зайти. Есть небольшая комбинация. Комбинация с эсэфом, комбинация с тем же Котлом. Осталось взять какой-то хороший стан. Вот Кэрри остаётся как раз таки секретом. Да, так я передумал. Я так подумал. Свен и Баунти Хантер. Я всегда говорил, что милишники тащат под двумя вещами. Это либо под Братрумом, да, под пассивочкой 522 мс, и под Баунти Хантером. Там трек. Тоже почти 522 мс. То есть на самом деле есть шанс. Просто вешаешь трек на эсэфа. Наваливаетесь туда всей командой. Не знаю зачем нужен Клакверк, но ладно, бог с ним пусть будет. Ракетку будет кидать за месси. Убивать всех ракетой. Да, иногда нужно что-то прям на врыв вот тогда уж капитальное. Можно хоть Братруму брать на самом деле. Можно, хотя Клакверк уже есть, но всё же. Тут есть такие варианты. Нужны бойцы. Тим Секрет же нужна защита. То есть у них есть крутая комбинация Рубик-Даркси РСФ, но нету инициации. Слушай, они хоть Вайпера забанили против Свена. Это даёт хоть какие-то шансы. Слава тебе, господи. Потому что Вайпера он так нормально, ну, того же Бристлбека в прошлой игре прожимал. Сейчас нужно, ну, ЕГЭ, в принципе, забанили уже того танка, да, Жарабаса. Который будет впитывать. А Тим Секрет нужно убрать что-то вот под... Ну, короче, что-то на бурст. Я не знаю что, но вот что-то им надо убрать. Бурст Инвокер. Ну да, может, это может быть бурстом. Ну, грубо говоря, по-другому. Они, грубо говоря, по-другому мыслили, да. Там играет Сумаил. Он играет на Шторме, на эсэфе. Эсэфа мы забрали, сейчас Армаза банили. На чём ещё играет Сумаил. Тинкер. Инвокера они убрали, но Сумаил ещё на Тинкере неплохо катает. Ну, всё, осталось взять любой стан на Тим Секрет. Любой вообще. Не знаю, хоть Пака бери. Хотя Пак не очень, но, на самом деле, с Дримкойлом может зайти. В общем, нужна комбинация по Дарксирам. С комбинацией Дарксира, да. Это вроде нужен какой-то и Кэрри, который хорошо с комбинацией с Дарксиром. Ну, пока что, потому что Дарксир опять всех стягивает. А кого всех? Клока. И при этом, чтобы ещё и Тинкера он смог поймать Шторм уже в бане. Ну, Пак хороший. Вот не знаю, Пак смотришь, Пак не устраивает, например, по большинству параута. Вообще, да. Он может и Тинкера находить где-то в лесах. То есть, как один кор-герой у ЕГЭ, это Свен, у Тим Секрет в Шаду Финд. Тинкер – кастер. Тим Секрет тоже желательно брать какого-то кастера под Дарксир. Допустим, ставишь Дримкойл и стенку. Три милишника. Если милишники убегут, получат стан под каким-нибудь агонимом там на 4 секунды. Если они останутся, ну, иллюзии будут убивать. Ну, например, это как вариант. Ещё хорошей, на самом деле, Эмбер Спирит может зайти какой-то медовый. Потому что его здесь тяжело брать. То есть, ты всегда улетаешь с Ремнанта. Раду, что Клокверк тебя захукшотит. Ну, или вообще какая-то Медуза, не знаю. Вот Медуза, я смотрю, она мне так улыбается. Ну, короче, анти-мели. Вот анти-ли мне улыбаются. Даже если они без станов. Ну-ка, что там ОС-4? Что там ОС-4? Даже Сларк может зайти, лол. Это же тоже инициатор. Всё, он и метку Баунти-хантер себя сбрасывает. Тяжелый выбор. Слушай, очень тяжелый выбор. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, антимаг. Да, тоже достойный вариант. Он, конечно. Ну, не знаю. На мой взгляд, всё-таки пик-хик поинтереснее, несмотря на что. Ну, не знаю. Антимага просто тут не взять опять. То есть, Свен, Стан летит и успеваешь сделать блинкаут. Клокверк, да ты хукшотничь, но он опять сделает блинкаут. А если антимаг оденется, то Тинкеру будет больно. Ну, это если он оденется. Ну, в принципе, Тинкер тоже может одетый с антимагом поговорить. Но ему тяжелее разговаривать. Тяжело разговаривать. Артов нужно много, согласен. Я проверял, да. Там очень тяжело разговаривать. Ну, вообще, в общем, и там, и там более-менее нормально. То есть, все пики красивые. Единственное, нет комбинации под Дарксиры. Меня это немножко смущает. То есть, он даст стенку, вакуум, и все убегут на 500 там. Вот это да. Это, наверное, самая большая слабость сейчас. Но, с другой стороны, котел сжигает ману Тинкеру, дает миссы баунти, свину и клокверку. У Team Secret очень высокий потенциал. Если антимаг собирает башер и Дарксир покупает какой-то хекс, то они должны быть впереди в этой игре. Ну что ж, давайте смотреть, кто у нас решил на ком сыграть в этой замечательной игре. С4 идет на Шадоу Финде в мид. Зай на Дарксире в хардлинию. Кура на Рубике. Артизи на антимаге уже второй раз за день сегодня. И Пупей, как всегда, Гэндальф. Белый на котле. А у ППД на... У ЕГЭ ППД на Даддли, Сумайл Тинкер, Юниверс Клокверк, АУИ 2000 Баунти и Фир на Савене. Очень интересное противостояние должно быть на миде. Кто же кого? Что это хороший челлендж для Тинкера. Да, Фир пишет в чат, говорит, Бесплатный урок игры на Савене. Сейчас, говорит, я тебе покажу, дружище Артизи, как нужно этим персонажем играть. Напомню, Артизи сегодня на Савене в первой игре проиграл, но там был ад настоящий. Там была Винтер Виверна, которая не давала никаких шансов абсолютно. Ну, посмотрим, что у нас. Фир. Какой урок покажет своему другу Артизи, с которым они действительно в хороших отношениях находятся? Ну, ему проще. Тут дед начал выпендриваться. Он в прошлой игре... Надо же как-то после прошлой игре реабилитироваться, потому что... Винтер Виверна нет, да? Там, Разоров нет. То есть тут, на самом деле, сына, если подумать, вот он прыгает в СФ, в БКБ, и что ему эти четыре героя остальные не делают? Ничего. Разве что антимаг забашит с башера. Всё. В остальных случаях он убивает, ну, почти любого. Поэтому он далеко впереди. Далеко. Интересно посмотреть на начальный этап игры. Будет ли у нас убит хотя бы один курьер этим баунти-хантером коварным? Ну, вот Сумаил, например, уже своего курьера повёл в обход аккуратненько. Ну, и сейчас он... Боже мой. Боже мой! Аккуратненько повёл в лицо СФ у курьера. Кажется, СФ сделал бы пару шагов вперёд, мог бы остаться здесь. Хотя у Сумаила лазер. Он в любой момент может дать этот лазер. Подбить атаку. И тем временем Свен забирает дарксиру у нас на нижней линии. Собственно, вот они, бесплатные уроки игры на свене. Фир поработил. Ну, это вот тот самый дарксир, который попытался зайти в крипов, я так понимаю, с двумя щитками. Да. И он не ожидал, что здесь будет баунти-хантер. Аой 2000, на самом деле, выбрал грамотную позицию. Он пока дилейит экспу Зая. И Зая сейчас должен бояться, потому что он не знает, где баунти-хантер. Вот идёт ППД, и видишь, он, ну, как бы, он сражается. Он сражается, и Зай, Зай покерист, он прогнал ППД. Был бы баунти-хантер, Зай бы не долетать второй левел. Но увы. Тем временем, Юниверс на верхней линии. Очень плотно проседает Юниверс. О-о-о, эх. Ну, просто Артизи взял и убил Юниверса. Вот, как бы. Да, Кроки никаким образом ему не помогал, согласен. Так. Соло просто уничтожил. Ауи заходит во вражеский лес. Ищет здесь кого-то. Ну, вот, как раз таки он ищет, наверное, этого котла. Котл пока что занимает позицию на миде. Передал бутылку, насколько я понимаю. Понимаю, что баунти-хантер может быть где-то рядом. Подходит, срезает вард. И уходит. Да, тангусом съел. Хорошо приготовились к баунти-хантеру. У нас обе команды. То есть, одни ставят в центре, понимая, что только так можно к нему подойти. И он подходит. Начинает его убить. Орбофеном работает. СФ у нас отступил. И вот теперь нужно срочно звать Пупея. Гэндальфа. Гэндальфу нужно идти и ставить центре. Иначе Сумаил этого СФ не простит. Надо как-то пойти. Продолжает Тауи Харасич. Просто рано или поздно. Он умереть может? Ну да, вот так вот. Скорее рано, чем поздно. Ну да, центре-то нужна. Потому что это будет вечно продолжаться. Мы уже СФ видели, которые терпят. И это было не самое приятное зрелище. Потому что им было нереально сложно камбэкнуть. После вот, допустим, таких врывов. Ну слушай, для Баунти Хантера уже не такое плохое начало. Он взял себе немножко левела, немножко голды. И Баунти Хантер, он еще выполняет вторую ключевую роль. Он может сюда пойти и стырить стаки. Ну или, по крайней мере, хотя бы их показать. Считывая то, что есть тинкер, который может в любой момент начать качать марши, то ситуация опасная. У нас тинкер пятый, СФ только третий. Тинкер сейчас должен ничего не качать и ждать момента. Ну, в принципе, он уже оставляет. Как правило, Сумаил, насколько я помню, он как раз-таки после вот этого качает машины в четыре. И уже потом качает всякие там реармы. Ну, потому что до этого не особо нужно. Да, но сейчас посмотрим. Если он не сделает фраг, то есть, если он может сделать фраг, я уверен, он, если что, и ракетку замаксит там нормально. Потому что лазер, он не так актуален в тех же тимфайтах. Пока нет аганима. Пошел, пошел искать Ауи стаки. Ой-ой-ой, как больно. И, кстати, Пупей, вот да, ты был прав. Котел в такой ситуации немножко страдает. Он, правда, нормально так продамажил лаву и 100 хп у него осталось, но при этом часть экспоунтери для себя. Да, вот это именно экспо очень полезное. То есть, да, голду забирает Котел, с этим ничего не поделать. С этим объективно тяжело видят вард. И сейчас неплохо было бы подойти этот вард сбить. Подходит баунтихантер, но нет, вард уже съеден. Ауи здесь решил не рисковать. Да и ему только с руки этот вард пинать. По-другому никак. Пипеди тем временем в инвизе, но он должен знать, что здесь Сентряк, и прекрасно это все понимать. Кура на подсейв подошел. Ну вот он как раз-таки Кура, который подошел на подсейв, и плюс поставили вард, и теперь эсэфу будет чуть попроще. Да, теперь Куроки он, видимо, понимает, что сверху, в общем-то, универса они достаточно загнобили. Артизи на антимаге с колечком, ну и с оверлевелом он его в соло прогонит, поэтому ребята теперь сейвят самое ценное, что у них есть, это эсэфа. Чем ближе Интернешнл, тем чаще появляется антимаг в пиках. Такая загномерность была всегда. Это не меняется вообще. Традиция, традиция. Времена меняются, антимаг не меняется. Да, еще разор подъезжает просто. Скоро на перспике будет летать. Тинкер. Да, у нас парень, на самом деле, очень хорошо хочет раздать, у него это почти получилось, и эс4 осталось 70 хп. Боролся как львица. Очень опасный сумаил, есть уже вторые марши, ну вот как раз 2-2-2 раскачка, баунти-хантер тем временем забирает антимага, фантастика. Как? Как вы это сделали? Да. Видимо, на понт взял его юниверс. Ну, юниверс, вот как раз в начале он просто взял, подошел и умер, там, с лёгкой поддержкой Кура, но тем не менее он не отступал, он просто стоял и получал урон от антимага. Видимо, в этот раз так же Артизи подумал, ну если ты первый раз так умер, наверное, и второй раз я тебя так смогу забрать. Ну, баунти-хантер. Баунти-хантер от Ауи сделает значительно больше, чем баунти-хантер от Кура в сегодняшней игре. Пока что Ауи, ну, четвертый левел, очень мощный. С4. Да, баунти-хантер. С4 видно, кстати. Он должен стырить руну. Да. Забирает. Получает по лицу. И, и... Нормально, слушай. Оп-оп-оп, и Ауи минус. Фантастика. В центре? Он в центре, что ли, не видел лоу? У нас же был ауни. Видимо, не прочекал просто. Просто не прочекал. Да. И в итоге СФ спокойно забирает. И руну забрал, и баунти забрал. И в итоге он уже догнал Сумаила. Забрал баунти-руну и баунти-хантера. Да. Все баунти. Кура подходит. На подсыве как же больно подамажит Кайла и СФу все-таки. Страшная вещь. И приходит сюда опять баунти-хантер, которого... Ага, вот он зачем приходит. Ставит центряк. Битва знатная. Битва центряков. Да, в этот момент ты мечтаешь о Зевсе. Вот у него, по-моему, самая четкая позиция. Ты просто ставишь герщики и с центре никто не поставит. Зевс баунти-хантер. Против него это война, да, такая себе. Да. Зевс баунти-хантер, топовая связка получается. Пошел у нас искать в лес Пупея. Ну ауи пошел искать в лес котла. Теперь они должны понимать на меде, что СФу уже тяжело брать, потому что Кайлы там... Ой-ой, Пупея это находят. Пупей, Баттери Ассалт. Гэндальфа. Дааа. Интересно. Пупей просто жадина. Он сапог себе не принес, он, на самом деле, мог принести его очень давно. Вот он в курице. И это легкий-редкий для ауи. Ауи нормально, уже почти вот пятый левел. Он сделал в сумме четыре килла, он убил трех крипов и пятый левел. Фантастик. И ни у кого не своровал практически экспы. Он все делает сам. Ну вот сейчас немножко подворовал, до этого немножко подворовал, чуть на харде. Но по факту этого экспы ему бы хватило там только на второй. Все остальное это фраги на героях, это сворованные экспа у котла в начале, когда он фармил свои стаки. Тем временем вниз у нас выход. Попытаются сейчас размять свына. Заходят, поднимают воздух, котл ставят на качку и фир не уходит. Вот так вот это работает. Дарксир очень неплохой гангер, учитывая силу его щитка. Дарксир еще очень хороший лайнер против свына. Если в прошлой игре гирокоптер стоял нормально, да, там ренч он может кидать в лакэнон, то тут свен на самом деле страдает щитка. Они сейчас правильно делают, что давят на низ, стараются заставить кого-то стянуться. И вроде получается. С4, 200 кп остается. На хосте клокверк, развел Рубика. Сейчас еще истырит баунти руну. Ну и пока все круто для Team Secret. То есть даже несмотря на то, что Ауидвит еще делает киллы, но по общему фарму они доминируют. Зая имеет очень много снизу. Он 34 кп. Это многовато. Сверху антимаг вообще на фрифарме стоит, даже несмотря на то, что он один раз погиб. 24 кп котл. Да, и 24 кп котл. Котел у нас обгоняет хардового клокверка. И 5 лв. Клокверк динает вышку. Ну и сейчас для этого клокверка должна начинаться дота, потому что нужно вгрызаться в каких-нибудь СФ, ну вообще в кого угодно. Ауи тем временем получает на миде 6-ой. Ему необходимо взять 6-ой. Инвиз своровал Кура. Ну неплохой спал для Рубика. Хотя все-таки 1-го лв. Инвиз не так здорово работает. Хватит, хватит ему. Да, очень хорошо сейчас просто на самом деле свапнуться клокверку с баунтихантером. Баунтихантер может сверху получить экспу. А универ спокойно убивает СФ, спокойно забирает Дарксира. То есть он хорош. Вот он пошел за Дарксиром, видимо. А тут Кроки с Инвизом. Прикинь. Инвиз тебя купил. Еще не спалил пока что. Еще не спалил. Но тут уже Зайв стрял. И вот начинают терактеть, терактеть. Коги стан. Минус. Поднимаются на воздух. Койл номер 1. Койл номер 2. Иллюминейт от котла просто шикарный. Юниверс на стиках. Выживает. Последняя тычка. Забирают Юниверса. Сумаил дает лазер. По трекам бегут. Минус армор Дазлас кастован. Есть Сентри Вард. Прекрасно видят на Баунти Хантера. Сумаил перезаряжает ракеты. Но Рубика здесь не убить. У него еще 10 стиков. Очень здорово отвечают Сикреты вот этим контр-выпадом. Вроде бы шли гангать ЕГЭ. И их гангеры Клакверк и Свен отправились в таверну вместе с Дарксиром. Ну да. И при этом они здесь были в Чаперовом. Артизи, как всегда, фармит. У него 1-1-0. И он вообще не парится. Команда дает огромный спейс. И ЕГЭ нужно... Что с этим делать? Может быть попробовать его напрячь. Хотя тут напрягать особо нечем. Но, да. Тяжкое. Они что-то творят? То есть они заставляют драться снизу против Котлов и Дарксиров, что не очень прикольно на ранней стадии. При этом антимага не взять. Как же они аутдрафтят? Вот здесь не хватает какого-то вот такого варда, но я так понимаю, он мог быть вообще сбит на этой линии. Потому что видеть, как заходит сюда Котл, как заходят сюда вообще герои соперника, это было бы для Свена не лишним. Свен, кстати, ушел. Они вообще очень хороши, кстати. Они просто ставят СН3 на пофиг, заходят на линию, и их вообще не волнует то, что враг знает о их присутствии, они просто стоят в позиции и, допустим, напрягают твой Тауэр. Тауэр потихонечку падает. Пошли искать у нас СФа. Нашел Юниверс. Нет, Юниверс понял, что лучше не рисковать. Все-таки там Дарксир, Стенка. Тут три миличника, даже если варнешься, то Гоги они мешают. Рубик. Интересно, в уроке, что это было. Скажи нам. Это была смерть. Он, типа, просто бегал между Тауэром и Котлу. И теперь Котлу нужно спасаться. Котл заходит в леса. Будет ли какая-то ракета. Тем временем Дракон начинается на миде. И СФ раскастовывается. Ауэй получает мана, воет. Фир очень битый. Бежит за ним антимаг, но подходит Юниверс. Спасает жизнь своему керри. Ну, в очередной раз Фир у нас уходит еле живой вообще отсюда. Непонятно, кто на кого вообще напал изначально. Но, судя по всему, кто бы на кого не напал, выигрыши остались на этой центральной драке у нас Сикреты. 7-7 счет. Очень ровная игра. По графикам Сикреты впереди. Сикреты вообще хорошо. Они вот, то есть, после каждого замеса, у них оп, и Дарксир нас уже залетает на другую линию. Тимак блинками забегает и продолжает формить свой лес. Маны они особо не тратят, чего не скажешь о Сикрет. Рападает нас Клаквейк на Папе. Старается выбежать, но его здесь не отпускают. И вот, молодцы. Ганг по трекам у меня купился. Вот он. Да, здесь шла война вардов. Да, война вардов, но которые, наконец, начали наказывать, чтобы Пупей на пофиг так их не убивал. Тем временем, у Артизи. У Артизи 200 монет до Battle Fury. Всего-навсего. И он начнет фармить люто в этой игре, потому что наказывать его особо некому. Ну да, по-моему, надо смириться. То есть, антимаг. Ну пусть он на фарме. С другой стороны, у тебя есть Кэрри Тинкер. Кэрри Свен. Это не Кэрри Лешрак. Еще Баунти Хантер, который, кстати, если у него хорошо пойдет, может тоже там что-нибудь собрать себе на ДПС. Тогда будут рваться, ребята. Да, кстати, самая большая проблема была то, что был как раз-таки Кэрри Лешрак и Саппорт Свен. Ну да, сейчас они могут это изменить. Продолжаются у нас зарубы снизу. ППД просто стоит. И Team Secret, они вообще не сдаются. Они стараются каким-то образом развести, но Артизи не пушат линию. Ну хотя он не может тут Тинкер. И в итоге, по-моему, это сейчас закончится фидом для Team Secret. Тинкера вы не пробьете. Ну Тинкера, тут еще Клакверк. Очень сильный персонаж против Котлов и остальных товарищей. Треки Баунти Хантер позволяют вам вести размен. И они просто стоят. В это время у нас С4 фармит. Артизи тоже фармит. И нужно куда-то выходить. Слишком много времени они теряют. Кто-то выходит. Странно, что Фио вместе с ними уходит. Он как бы кэрри, а по Нетворцу он уже наравне с Клакверком. Ну слушай, но Фир всегда так играет. То есть он, по-моему, любитель вот так вот взять. Единственное, на Разоре он довольно-таки много так фармит. А на всех остальных героях он любитель побегать. Особенно на Клинксе на том же. Помнишь, как он играл? Так, кто же будет убивать антимага? А это хороший вопрос. Возможно, по методу Invictus Gaming будут действовать. И находят. С4 просто уходит от них. Нет, не уходит. Ему успевают сбить. Да, ему успевают сбить лицо. До того, как он успевает сделать хотя бы что-то. Свен забирает важный хил. Ну смотри, Фир нафармил. Нафармил Сефа. Снизу Тинкер пытается не дать запушить тавр. И получается более-менее неплохо. Тут сверху антимаг. Тут довольно смешно. Они на самом деле стараются взять этого Тинкера. То есть подходит пачка крипов щитками Дарксира. Сейчас мы его возьмем. Вот в очередной раз Сумайл сюда прилетает. У него есть блинк. Закидывает он пачку маршей. И один герой стопит троих. Очень красивое действие Сумайла. В центре у нас тут купей. Получает трек. В итоге не получится. Кидать свои вейвы. Тавр падает. Мы просто забрали тавр, гарантированно. Да, но теперь Тинкер начинает делать игру. То есть пока антимаг еще очень хорошо не оделся. Да, нет у него Эбисов или каких-то других артефактов. То если Сумайл будет защищать, то он не даст подойти вражеской команде. Сейчас будут вчетвером таранить эту вышку. Эти четыре пошел. Первые марши, вторые марши. Все крипы погибли. Так, втроем стоит Team Secret. И опять ничего не происходит. Пролетает ракеточка. Ну да. Может они сейчас подумают. Может ну и нафиг эту вышку. Слушай, как хорош Bounty Hunter со Свеном. Вот он кидает свои треки, Свен бежит. От него вообще не скрыться нигде. Да, и в замесе очень хорошо. Свен, мы знаем, что самое страшное это кайк. А тут он будет под скоростью своей и трека, ну и под скоростью треков наяривать там на 522. Даже Мом не нужен, на самом деле, получается. Хотя, я думаю, будет. Единственное, Фир, на мой взгляд, немножко пожадничал. Даже не пожадничал, а наоборот. Ему бы вместо двух арморных вот этих вот криков взять парочку сплэшей. И сейчас бы фарм пошел куда веселее. Ну или маточку взять, тоже неплохо он бы типа фармил быстро. Я просто не знаю, что он будет из этой Морбид маски делать, но Момчик... Момчик нормально здесь. Просто он решил собрать барабаны зачем-то. Ну, видимо, чтобы быть поплотнее на случай драк каких-то. Да, драк у нас нету. Потому что котел. Котел и тингер в игре. Все кидает свои некие. Смайл продолжает доминировать. Подходит к ражерской базе. Очередная битва с эндрей, но в этот раз Team Secret выигрывает. Летают ракеты от Клакверка и ребята понимают ждать угрозы. И... Так. Куроку. Куроку. Промазал хукшотом. Куроку забирает хукшот. Да. Но это не останавливает ЕГЭ. Боже мой, для Team Secret и ЕГЭ нужно устраивать доту, где вот начинается с двадцатой минуты. Не, даже с тридцатой. Даешь им всем там по два-три слота. И устраиваешь не B105, а B109. Ну, сразу шли замесы. Ну да, начало они проводят довольно верно. С4. Заходят. Есть Юл, кстати говоря. Интересно. Поставили с интро. Стан. В Кура. Кура. Раз. Два. С двух ударов забирает. Дальше идет. Нужно поднимать воздух. А ЕОЛа-то нету. Ай-яй-яй. ЕОЛа нету. И это конец. Да. Но Блайнды и Котла спасают ситуацию. Однако молоток. Молоток чудес. И еще и Котла зацепляет. Еще один трек. Ну все. Барабаны кстати. Неплохо зашли. Антимаг. Влетает в драку. Получает. Получает лазер. Получают иллюминейт. Забирают все-таки иллюзии у нас АВИ2000. Сумаил бежит от Артизи. Сумаил. Есть блинк. Уходит. Телепорт. Ооо. Успевает Артизи в последний момент. И забирает. Размен. Три в два. Получился суммарный. Если я правильно понимаю. Забрали у нас изначально еще и Рубика. Но два фрага под треками. Тут вот. Тяжело сказать в чью пользу. У нас рекап конечно кривоват. Потому что очень долго шла вот эта беготня. ДД. Антимаг под щитком. Нет. Здесь с антимагом биться не хочется. Но и антимагу биться с флоевым клокверком тоже как-то не хочется. А клокверк не хочет себе. А. Он собрал себе в ледмейл. Ну тогда да. Тогда все ясно. Он хорош. И секреты по-прежнему держат легкое преимущество. По золоту. По XP они отрываются очень серьезно. 5000. Ну вот как-то так происходит игра. Я наверное с тобой соглашусь. В плане того что. А чего бы этим ребятам не дать с 30 минуты поиграть. Потому что ровная игра у нас длится практически каждая. С другой стороны красиво смотреть. На все это. И фармят. Спокойно. Спокойно. Да. Какие-то такие легкие там передвижения. Нету такого знаешь там. Какого-то. Аут. Аут майнд гейминга. Когда одна команда фармит и другая боится. Все действуют логично. Тогда еще такое посмотрим. Да. Гармония. Что еще сказать. Просто гармония у нас. С моим загоном. Будет догонять и убивать. Догон на самом деле вопрос. Вот у нас был догон. Очень хорош тинкер с баунти. Я вот вспомнил древнюю связочку. Вешаешь трек и тинкер начинает расстреливать. Вешаешь два трека. И ты уже по двое не стреляешь. Эммм. Ну. Хорошая. Хорошая комбинация. И при этом. Очень тяжело защищаться. Ну именно пиком Team Secret. Потому что по-моему единственный кто может наказывать баунтихантера. Пока. Это Рубик. Которому нужен блинк. Чтобы. Тально врываться. Пошли у нас. Ганг. Но. Ауи спалил. Да. Спалил и убежал. Второе. Второго даст. Нет. И сентря. По-любому поставит. Да. Поставил Кроки. Нашел Ауи. И Ауи приплывал. Ауи пытался какой-то супер хитрый майн гейм сделал. Думал что тут где-то поставлен вард. Хотел остаться. На самом деле сделаем два шага вперед еще. И спокойно бы уходил. Но в итоге да. В итоге спалил и отдался. Да. На Рошана идти еще рано. Все таки у нас. Ну. Баунтихантеры садятся быстро. Поэтому он вовремя здесь окажется. Слушай. Интересное решение от Фира. Он понимает что у соперника очень много маг дамага. Если он купит себе Мом. И пойдет с ним драку. Он развалится. С другой стороны фармить как-то надо. Так. Врыв тем временем от Клакверков. Дарксира. Есть Рубик рядом. На подсейве. Фир запрыгивает. Дает стан. Блайнды. От котла. Ворует молоток. Кура. Дальше за Заем. Ну Заю вряд ли здесь удаст суть. Хотя нет. Пока что получается. Главное дожить до... Нет. Он просто получает трек. И умирает под треком. Увы ах. Дальше. Ракет в Клакверка. Трек еще и на Пупея. Фир идет. У Фира блин через 5 секунд. Пупей. Пупей. Пупею объясняют как он был неправ в этой игре. SF раскастовывает ультимейт. Но попадает под блейдмейлу и лишается практически всех хп. Однако Фира можно забрать. Фир умирает от фейд болта. По трекам баунти хантера находится Рубик. Ворует что-то и уходит отсюда. Ауи уходит. Нечем его просветить. Все. Спасся. Так вот. Фир понимает что очень много магдамага. И без БКБ здесь не подраться. С другой стороны. Бегать надо быстро как-то и драться. Поэтому он покупает просто маску на лайфстил. Чтобы не проседать по хп при фарме. И покупает себе барабаны. И блинг. Да. Просто покупает статы. Видел он чем закончилась игра для Артизи. Которого БКБ в лоте было 5 секунд. Поэтому здесь можно и похолдить. Врыв на Артизи. Откинул. И Артизи спокойно ушел. Ну. Думали наверное что прыгнет вот сюда. Но. Артурка прочитал. Очень неплохо запрыгнул. Ну. Рошпит это такое сейфовое место. На котором у соперника практически нету никогда вижена. Потому что там варды не поставить. Ничего не поставить. Спокойно. Абсолютно ушел. Хотя момент был довольно опасный. Если бы во второй раз поймали. Могли бы убить. Баунти бы замедлил. Пока откатил блинг. Хп там не так много еще. Ну слушай. Игра поинтереснее с этим антимагом. Чем с тем. Потому что здесь он хотя бы так сильно вперед не выходит. СФ держится наравне со свыном. Антимаг наравне с тингером. Дарксир примерно вроде с Клакверком. Ну и чуть саппорты команды Сигрет все-таки опережают саппортов ЕГЭ. Но учитывая наличие треков это может измениться в скором времени. Да. Вообще ну плюс здесь есть какие-то потенциальные станчики. То есть Свен у нас с блинком мы видим. Он бегает довольно рано. И за счет шоу бурста он может антимага разок наказать. Поэтому он не может так прям яро сплет пушить. Также у нас есть разведка в виде треков и ракеты Клакверка. И пока да. У нас ЕГЭ. Становятся очень опасными. Поскольку вот антимаг если брать вот совсем дикий лейт. Когда да-дам. И он в 7 слотов. И тикер в 7 слотов. То тикер как рэндж он смотрится немножко поувереннее. Он может ему там дать и хекс. И лазер если тот не соберет МКБ. В общем ну огромное количество вариантов. Ну и самое главное Грейв. Вот я забыл вот эту комбинацию ЕГЭ. Которую они часто использовали. Это тикер плюс дазл. Она зверская. У нас Тортизи бежит. Бежит также эфир. Нужно прыгать. Прыгает на Артизи. Откоги станчик. Должен лететь. Нет. Но остался Зай. Заю конец. Так вот. Как бы не фокусили Сумаила тинкера. Если вдруг там станов мало. Две шаги на него Грейв. И он летает на базу. Вот такая связка. Довольно приятная. Да. Хорошая связка. Очень. Очень были близки к тому. Чтобы забрать Артизи. Но очень долго фиг бежал. Вот он бежал. 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 В итоге не добежал. Молоток чуть-чуть не долетел. Но забрали Дарксира. Тоже неплохо. Тем временем у нас Кура расставляет варды на вражеской половине карты. Решил поставить все-таки варды поагрессивней. Тинкер. Тинкер выходит в Кекс. Насколько я понимаю. Но это хорошая артефакция. Дагон вот он взял первого левела. Я по-моему вообще ни разу не видел, чтобы он в кого-то его кинул. А сам по себе Дагон первого левела он тебе дает почти ничего. То есть он очень много стоит. Очень длительный у него КД. И 400 урона за 180 монет. Это много. В такой стадии. То есть его нужно будет... Свен понял. Свен понял? Свен понял, что надо все-таки монстр. Надо рубить. Надо рубить. Свен. Видит СФа. Знает, что СФ здесь. СФ входит с блинка. Здесь же. Ой-ой-ой. В какой засаде сейчас ЕГ находится. Нужно валить. Трек. Бегут. Фир в лесах. Фиру нужно спасаться. Фир спасается. Тинкер откидывается ракетами. Но Тинкер неплохо здесь прикрывает. Фир правда улетел. Со страху улетел аж на фонтан. Давай. Коттл дает фантастическую мобильность. Все время у Сикретов плюс один в драке. А то там и плюс два. Если вышка рядом. Это очень здорово работает. А у них нормально. У них малые отрабатывают. То есть, что Сумаил. Он бегает и развлекает Артизи. Скульпбушит. Что Артизи? Они оба не теряют времени. Правда, антимаг чуть-чуть больше подфармливает. Но зато остальная часть команды ЕГЭ. Она тоже имеет свои. Ты знаешь, не сильно больше он подфармливает. Учитывая, что уже у нас 25 минута. БФ он собрал давным-давно. Нападение тем временем на ППД. ППД. Грейв. Естественно, никуда отсюда. Нельзя туда прыгать. Пасковать. Тебя могут убить. Да, у нас вот Юниверс прыгает за Заем. Зай бежит. Артизи думает, куда же ему двигаться. Ну вот, через манту. Отхарасил Юниверса. Ну, ППД так вынудил потратить Артизи немного времени. С другой стороны, героев ЕГЭ здесь было гораздо больше. Но и Сикреты начали подтягиваться, увидев, что антимаг в опасности. Свен побежал. Свен. Варда не хватает. Или трека. Он ждет. Ждет котла. Оооо. Надень. И котел все видел. И Артизи. И Свен. Фир. Нет, Фир погиб. Свен Лесенс, как говорил Фир в начале. Вот именно так и нужно делать. Но вообще, как-то он оптимистично зашел. А у котла Аганим, что ли же есть? Нет. Просто видели Наварди. А, просто видели. Нормально. Просто видели Наварди, на котором он. Ну, он очень жестко зашел. Просто как... Как я даже не знаю, кто. Как хост в лучшие годы. Да. На ганг. Мне нравится, какие артефакты все запаковали уже. ОС-4. Блинк и Ул. ОС-4. Блинк и Ул. И куртка. Такие артилины не сэфи. Я вообще вижу впервые. Меньше 1000 хп. Он, грубо говоря, фиру, но зубок. Там два удара и все. Артизи. Ауи 2000. Ну, Ляуи. А как его видно? Никак. Просто Сентря стояла. Он просто так уверенно за ним бежал, как будто его до сих пор видно. Сентря, Сентря. Он так уверенно бежал, мол, может быть у него там гем за пазухой. И можно взять парня. В кармане. Не отображается в инвентаре, но где-то есть. Хекс появляется у Тинкера. На 27-ой минуте. Нормально. А теперь все меняется. Все, теперь ЕГЭ могут в любой части карты. Врывается Клакверк. И врывается Сумаил. Если игра дотягивается, то там получается вообще супер комбо. Врывается Клакверк. И на Клакверка прыгает Тинкер с Хексом. Через Травела. То есть... Нужно Травела бы грануть по-хорошему. Ну, потом, да. Потом шестым слотом или седьмым. То есть, шутить с этим нельзя. То есть, Team Secret нужно, ну, теперь двигаться очень осторожно. Иначе... Один Ганг, как вот в прошлой игре, да, может команду похоронить. Потому что Штол Свина, ДПС огромный по ТВ-рам за счет Тульта. И антимаг, он то же самое. То же самое. Вот, не знаю, по поводу грейда Травелов в лейте. Может быть, мне кажется, именно на Тинкере, вот в такой игре, стоит грейдануть пораньше. Потому что могут зайти куда-то в таком случае игроки команды ЕГЭ, где нету крипов, и все равно он будет с ними. Сейчас посмотрим. Может быть, сделает. В хороший развод. В итоге антимаг подбежал на центр, показался ребятам, стянулся сюда и Тинкер, и остальные ребята думали, что-то будет. А в это время в очередной раз отжимает Рошана. Что одна, что вторая команда по полной обузит в сторону Дайр. В смоках по КД заходит и убивает его. Ну, у Рошана забирают. Да. Сикреты за Дайр вообще беспощадно забирают этого парня. Уже вторую игру подряд. Первые они там забрали четырех, по-моему, или трех. Ну, видно, что они это часто тренировали. Прям так чувствуется закалка. Ну, так качнут в одну сторону и сразу раз, быстро все уже в пятером на Роша. Да. У нас обычно как, допустим? Ну, обычно происходит СНГ. Говорят, Рошан есть? Нет. Ну, жмем смоки, пошли драться с соперником. Там куда-то пошли, забежали. Там, допустим, Суперкута подраст. Артизи. Тинкер. Юниверс. Фокус. Стан. Ииии второй Хекс. Но Тарксир. 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 Ну, Антим... Короче, убежал. Он убежал. Ну, в принципе, нормально. Здесь Антимаг развлекал. Его почти убили. А Егис не выбили. Сверху Фир ломал Тавр. Ну, так. Просто потратили все время, по факту. И Тавр также снесли на миде. Вот этот священный Тавр ЕГ. Так вот, как у многих команд здесь происходит. Обычно, да. Рошан есть. Нет. Нажмем смог. Пошли драться. Не дай бог неудачно подрались. Закон подлости. Родит Рошана. В тот самый момент, когда вы в таверне. И вот какие-то другие команды забираете. Только отъезжает первый герой, Рошан сразу же спаунится. Да, да, да. И Пупея, ну, я просто, мы с ним в свое время играли. Да, мы это поняли. И в итоге, после этого, я смотрю, тут у Team Secret жёсткая подготовка к Рошанам. Они просто не шагу за свою сторону. Так, у нас фарм продолжается. В итоге... Фарм продолжается. За счёт того, что, во-первых, они отжимают ТВРА. У нас... Так вот, радиус всё меньше и меньше. Ну и при этом антимаг уже начинает беспредельничать. То есть, у него ПТ, Владимир, Баттерфляй, Бабочка. Даже если Слен его найдёт, то ему будет очень тяжело забрать. Кстати, Тинкер решил всё-таки взять пораньше себе вот эти вот ТВЛА, чтобы именно на героев делать ТП. Да. Но здесь нужно ЕГЭ как-то выбираться с базы. Ну вот всё, вот теперь надо ТПшиться на Ауи. На Ауи. То есть, Ауи кого-то находит, кидает трек и врывает Сингер. Рядом где-то Клакверк. Или Клакверк врывается. То есть, надо как-то уже распытиться. То есть, время реализовывать своих героев. Если, не дай бог, Клакверк ещё будет просто бегать по карте, как он это делает в последнее время, то он в лейте будет сомнительным персонажем против того же Доксира. Цитизай, шикарный выбор. Гуардиан Грифс. Они сбивают трек после каста. Да. На всех сбивают или только? Ну, я думаю, что на всех. Они со всех же баф сбрасывают. Получается, что со всех. Контра, слушай. А я не знал. Ну, я честно говоря просто ни разу и не задумывался об этом. Хотя они сбрасывают много эффектов. В общем-то, Фира. Поднимают вот. Ой, сейчас как Олдмену будет больно. Но Олдмен успевает крикнуть. Встягивает также Сумаил. Экипер забирает Фира. Сумаил падает от ульты. И рядом с Сумаилом где-то находился Баунти Хантер, которого на кусочки разорвало. На тысячу маленьких Баунти Хантерят просто с ульты. Смотрим на Файд Рекап. И видим, что антимаг одни мультимейтом нанес 2000 урона. Да, дрался только один тинкер. Свен 346 урона. Клакверк вообще ничего не сделал. Его вроде не было. Баунти Хантер погиб ни за что. Тим Сикрет опять. Ну то, о чем поговорили. Что любая потеря может быть критична. Вылетают в Артизию. Артизию все еще есть Аегис. Продолжают пить. Фир. Залетает стон по двоим. Ой-ой-ой, Фир. Фир, что же ты творишь? В итоге забирает твоих Фир. Молниеносно. Но тут же падает антимага. Байбека нет. У тинкера также нет байбека. Воздух поднимает ППД. ППД падает. Ну, кажется, это очень большое преимущество для Сикретов. Возможно, даже игра. Возможно, игра. У Свена не было БКБ до сих пор на 30-й минуте игры. Ну, он жареный. Я, конечно... Я могу сказать так, что Артизия проиграл свою игру на Свинье. Но, черт подери, выглядел он гораздо лучше. Тинкера пытаются сбить ему ТВ. Поднимают воздух. Артизия все еще с Аегисом. Зачем его пытаются фокусить? Я не знаю. Тинкер дает лазер. Есть манта! Ой-ой-ой! Где-то мы это уже видели. Опять ультимейт по Тинкеру. И опять Ауи говорит. Да господи, как же ты достал меня со своим манопулом. Я могу сказать только одно. Антимаг 25 тысяч на Творса. И кто его может убить? Его, по-моему, в этом пике может убить только Свин. У Свина 9 тысяч на Творса. Тинкер, да, он хорош. Ракетки, лазеры. Но это не то, что пробивает антимага под его щитом. Поэтому... Ну, получилось как-то все не так, как ожидалось. Я думал, Свин будет всех рубить, а он стал в конце саппортом. У него на Творс, как у Клакверка. Да, возможно, момчик стоило купить пораньше, чтобы быстрее фармить.